Абсолютно ровная игра Он увидел, но говорит, что защитник поставил ногу раньше Как нам показалось Он убрал мяч в сторону Ну и как бы все видели контакт Он был в штрафной площади И там вот эти секунды с этой камеры точно не определились То есть там как бы паук должен быть Ну и мне кажется, наверное, что имеет смысл Просто такие контакты в штрафной площади давать Если это больше 50 на 50 И мы учитываем, что здесь не РПЛ и не самое лучшее качество То, наверное, такие контакты нужно давать Ну мы привыкли, по-моему, сильно к Вару Которая работает у нас официально в тестовом режиме Нет, ну вопросов нет Я понимаю все прекрасно Есть Вар, он мог не быть базово Он сам сказал Я с самого начала увидел контакт Мне кажется, если человек видит контакт штрафной Ну там вот я сейчас 15 раз пересмотрел Объективно в начале Ну типа там был контакт И кто там раньше выставил ногу Или он убрал мяч в сторону Просто я, может, что-то не понимаю Но по мне так в любом случае Если он даже раньше поставил ногу И он потом, да, уронил игрока, атакующего Который убрал мяч мимо защитника И пытался, да, соответственно Ну там ударить, да, пробить Не знаю, возможности забить Лишает своей стоящей ногой Которую выставил раньше Ну надо, конечно, эти страхтовки смотреть Но по мне так это все равно нарушение в штрафной Человек падает и не может нанести удар Который, возможно, может стать голевым Ну я вот как бы в правилах Не могу сказать, что силен И тоже почему, как Вот я видел, как арбитр смотрел Несколько раз Проматывал, замедлял Потом молча пошел как бы показывать свое решение Ну мы же подошли после игры И спросили Он говорит, контакт был Я его видел с первого раза Но нога была выставлена раньше, чем он в нее упал У меня вопрос такой Вы сегодня куда торопились так сильно? Вот у вас был момент замечательный Когда можно было жахнуть чуть ли не в пустые ворота Да, это ну Реализация подводит Это, блин, не мини-футбол В котором у тебя будет 15 моментов опасных Когда мы прощаем команду И вместо того, чтобы ввести 1-0 Мы пропускаем какую-то шляпу из 25 метров И счет 0-1 То есть, грубо говоря И потом уже просто не фартит, не везет И, грубо говоря, не летит мяч в ворота Ну, как вообще два матча подряд Капа, Спартак? Да, слушайте Глобально можно играть с этими командами Я считаю, что мы показали, что мы точно их не слабее Чуть где-то нам может не хватать Я не знаю, сколько эти коллективы существуют Друг с другом играют Давно? Ну, да Не первый год Тут ребята там 8-9 матч друг с другом вместе проводят Четки хватает какой-то химии Дай бог ее в Лиге Чемпионов наберем И докажем, что мы сильнее этих команд Поэтому Ну, у нас это убеждение точно сложилось Сегодня перед игрой с парнями Парни друг с другом разговаривали Что они посмотрели игру И они поняли, что они были не слабее Хоть и счет 3-0 так может показаться Что глобально, ну, вроде как сильно Но по факту По факту какие-то мелочи решают исход матча А следующий у вас тур с кем? С Формулой С Формулой Ну, вот Формула у нас там сейчас играет Я не вижу спиной Уже Ну, вам главное не расслабляться Все 100%, потом Саундпарк у нас Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!